Друзья, всем привет! Трудно поверить, но до Нового года остается совсем немного времени. Это можно заметить по елочке за моей спиной. Поэтому я уже начинаю делиться с вами новогодними рецептами. Сегодня покажу легкую и красивую закуску из запеченной свеклы, которая подойдет для праздничного стола. Обращаю ваше внимание, что для этого рецепта свеклу нужно обязательно запекать и ни в коем случае не варить. Запеченная свекла получается намного вкуснее. Берем свеклу, хорошенько ее моем и вытираем от лишней влаги. Это можно сделать бумажным полотенцем. Затем свеклу очищаем от кожуры. Да-да, мы очищаем свеклу от кожуры, даже несмотря на то, что будем запекать свеклу в духовке. Дело в том, что мы завернем свеклу в фольгу и фольга будет выполнять роль кожуры, то есть все соки останутся внутри свеклы. Очистить свеклу до запекания, мне кажется, намного проще, чем сделать это после. Просто однажды мне в комментариях писали, что запекать овощи нужно обязательно в кожуре, но, друзья, это вообще не так. Овощи можно даже порезать на кусочки, сложить на противень и запекать их без кожуры и порезанными уже. Они все равно получатся очень вкусными. Так что, наверное, вы где-то ошиблись. Свеклу заворачиваем в фольгу, убираем в духовку, разогретую до 200 градусов и запекаем примерно 40-50 минут. Точное время зависит от размера вашей свеклы. Она должна стать мягкой. Пока свекла запекается, мы с вами порежем чеснок. Вообще, для этого рецепта чеснок тоже можно было бы запечь в духовке, но мне показалось, что свежий будет как-то привычнее. Все-таки у нас такой классический рецепт свекла с чесноком, но с изюминкой. Чеснок чистим и очень мелко его рубим. Пользоваться чеснокодавилкой здесь нет смысла, потому что мы будем измельчать все продукты в блендере, чеснок нам тоже измельчится. Просто нарезаем его на произвольные кусочки. Тем временем наша свекла приготовилась. Посмотрите, какая она красивая. Из-за того, что свекла запекалась в духовке, у меня остались все соки и насыщенный вкус. Свеклу нужно слегка остудить, чтобы не обжечься, и тоже нарезать на произвольные кусочки. Она должна быть очень-очень мягкой. Теперь берем блендер или кухонный комбайн и перекладываем свеклу вместе с чесноком в его чашу. Солить пока что ничего не нужно. Включаем и измельчаем на максимальной скорости до однородного состояния. У нас должна получиться очень красивая такая вот мягкая масса. Вот, посмотрите, как вышло у меня. Теперь берем соль, добавляю немного соли к свекле, только, пожалуйста, не пересолите, и берем творожный сливочный сыр. Он намного вкуснее, чем привычный майонез или сметана. Тоже добавляем творожный сыр в чашу кухонного комбайна или блендера. Снова закрываем крышкой и снова пробиваем на максимальной скорости до тех пор, пока все ингредиенты не соединятся. Посмотрите, какая красивая розовая масса у меня получилась. Она очень нарядная и будет классно смотреться на праздничном столе. Теперь берем укроп, хорошенько его промываем и обязательно обмакиваем бумажным полотенцем от лишней влаги. Кстати, вместо укропа можно взять абсолютно любую зелень, которая вам больше всего нравится. Начинаем собирать наши бутерброды. Берем кусочки хлебцов или кусочки багета или хлеба, что вам больше всего нравится, и выкладываем на них нашу свеклу. Прямо много берем чайную ложку и выкладываем, чтобы такой был красивый бугорок. Свекла должно быть много. Меньше хлеба, больше свекл вкуснее закуска. Украшаем наши бутерброды веточками укропа и можно подавать к столу. Готовое блюдо получается очень красивое, его можно украсить по своему желанию. Например, изюмом, орешками или зернами граната. Я решила не добавлять никаких ингредиентов в саму закуска, а просто разложила миндаль на тарелочке рядом с бутербродами. Кому надо, тот возьмет и съест орешек. В общем, получилось очень красиво, приятного аппетита. Скажите, а вы уже начали готовиться к Новому году или еще нет? У меня вот появилось новогоднее настроение. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будет много новогодних рецептов.